Вот наша труба тепловая, которую нам повредил водоканал. Держит оборону вместо вынужденных раскопок. Мы дежурили двое суток. Днем и ночью следили за тем, как развиваются события, после того, как под землей, рядом с их домом, повредился трубопровод. Сегодня я дежурила до пяти утра. Ничего не было. В пять утра я все думаю, теперь это уже все. И они махом вот с пяти до семи они выспали вот этот самосвал. Как воры ночью. Так как котлован долгое время был открыт, соответственно, для того, чтобы не возникало новых повреждений, вы понимаете, сейчас минусовые температуры, чтобы трубы не разморозились, значит, совместно с администрацией Волжского района сегодня было принято решение засыпать котлован, для того, чтобы не допустить повторных повреждений. Закопали недоделанные работы, считают жильцы многоэтажки на Челюскинцев. Они должны все эти трубы покрасить суриком, швы вот эти сварные, чтобы они не ржавели. Потом их утеплить, сверху положить вот такую плиту, которую они сломали, нарушили. Сверху положить рубероид и только потом засыпать землей. Авария в сетях водоканала произошла несколько дней назад, поздно вечером. Тогда на сутки 21 дом и котельная остались без воды и отопления. Здесь вот все было, вот крылечко, вот так вот по первой ступеньке. Вот еще до сих пор здесь вот все мокро. Экскурсия теперь уже по следам аварии в подвальное помещение дома. Специальные службы сработали оперативно, нашли причину места утечки и приступили к вскрышным работам. Там стоял швеллер, на котором были наши отопительные трубы. Они швеллер задели и, естественно, вместе с трубой вырвали клок. Оказалось, под землей помимо трубопровода проходит теплотрасса и кабели электроснабжения. То ли экскаватор зацепил трубу, по которой в дом идет тепло, то ли течь появилась до аварии на водоканальной сети. Пока неизвестно. Самостоятельно пытаются вникнуть в технические нюансы произошедшего. Боятся повторной аварии. Теплотрассу вроде бы заварили, но защитный короб не восстановили. Они прогнулись и шов лопнул. Так как шов лопнул, вода начала сочиться. Вот это песок сухой. А вот теперь посмотрите, какой здесь песок. Песок влажный, это чисто из-за конденсата. Заменили куски трубы, где потекание наблюдалось. То есть поставлена новая труба практически, и никакого там вытекания нет. За устранение последствий аварии в Волжском районе теперь ответственны несколько служб муниципальной власти. Среди этой власти есть хоть один хозяин. Если есть, то пожалуйста, покажите нам свое лицо. Здесь в работе мы вас очень просим. В минусовых температурах не производится эта работа. Если мы сейчас будем восстанавливать проездную схему, мы должны демонтировать вот эту 6-метровую плиту. То есть если мы ее сейчас демонтируем, то даже въезд к дому, к подъезду, ни скорая помощь, ни пожарная машина не сможет туда подъехать. Председатель комитета ЖКХ пообещал восстановить все, что было нарушено из-за аварии. Но после отопительного сезона чиновники вновь встретятся с жильцами, а они уже готовы к новым дежурствам.